Гречка, макароны, чашки, посуда. Марина и Настя – главные хозяйки в доме. В этом году они окончили 9 классов и поступили в колледж. Впереди и взрослая жизнь. Поэтому к обучению навыкам самостоятельной жизни отнеслись с особой ответственностью. Как приготовить еду, ввести семейный бюджет, оплачивать коммунальные услуги или, к примеру, встречать гостей. Все знания девушки показали на практике. А полученные умения передают ребятам помладше. Гости приходят и спрашивают, ну чему вы тут научились. Ну и мы начинаем им перечислять, показывать. Есть маленькие. Мы показываем им, ну, как бы, что нужно делать, что правильно, что неправильно. И получается, мы свой опыт, которым мы научились, мы передаем маленьким. Чтобы потом в дальнейшем они показывали своим там младшим братьям, сестрам. В тренировочной квартире «Дом молодежи» девчонки и мальчишки живут группами. За каждым закреплены свои обязанности. У нас у каждого человека по неделям расписано, например, дежурство. Тот отвечает, например, мальчик отвечает за спальню, та девочка отвечает за другую спальню, за девчачью. Каждая группа приходит сюда по неделям. Они учатся за неделю считать коммунальные услуги, убираться, готовить, встречать гостей. По условиям, в течение каждого периода подросток должен освоить новые навыки по своему выбору. И представить его на зачетном занятии. К примеру, Саши всего 12, но он уже отлично ремонтирует мебель. Даже помогал починить поломки в доме. Люблю ремонтировать все. Один раз там шкафчик был откручен. Я пришел, задарили и закрутил. То, чего ребята, может быть, не до конца еще умели, здесь они это освоили. Кроме того, по своему желанию на зачетном занятии проживающий этот навык может представить лично экспертом, вот как Саша делает, а может записать видеоролик в виде мастер-класса. Программу, которая помогает воспитанникам подготовиться к самостоятельной жизни, дает возможность попробовать вести домашнее хозяйство, разработали педагоги Разуминского дома детства в рамках социального проекта «Открытый мир». Особенностью данного проекта является то, что сейчас в наших учреждениях находятся детки, независимо от их состояния здоровья, независимо от их особенностей, независимо от программы их обучения в общеобразовательных организациях, они проживают вместе, в том числе и детки инвалидности, имеющие особенности, в том числе ментальные. В проекте уже приняли участие 85 детей. Дарья Яковлева, Виталий Петренко, программа «Такой день» на Мире Белогорье.